Так что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей. Что касается заявлений в парламенте, я читал заявление министра иностранных дел, я читал заявление министра обороны насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне. Речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана. В этом центре действительно российские и турецкие наблюдатели, российские и турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в том самом заявлении лидеров, о котором вы упомянули. Так что, наверное, сейчас много желающих. У нас, кстати, тоже искаженно представить достигнутые договоренности. Я читаю с изумлением некоторые такие оценки из разряда пикейных жилетов. Да, собственно говоря, и в других странах мира немало спекуляций, но руководствоваться нужно тем, что записано на бумаге и что является результатом напряженных переговоров, которые проводились за неделю последнюю до того, как было объявлено прекращение огня.